Тревожная кнопка нажата. Здравствуйте! В студии Сергей Лопаницын. И сегодня в программе. Тревожный звонок с криком «На меня напали!» Что произошло? Ворвался неизвестный мужчина в маске. Избил хозяина, связал ему руки капроновой стяжкой. Откуда криминальный дуэт слил полторы тонны топлива? Солярка была слита с техники. А также какой штраф грозит водителю за то, что он приврал на таможне о цене товара? И кому понадобилась экстренная помощь спасателей на дорогах Орши? Сейчас обо всем подробнее. Капроновая стяжка, перчатки, нож. Такой набор нужно иметь при себе, чтобы получить 7 тысяч рублей. Нападение в Барановическом районе откроет сегодняшний выпуск. Барановическим правоохранителям поступит тревожный звонок. На другом конце провода прокричат. На меня напали. Мы проедем дальше по Грунтовой, туда в фестивальную глянем. Мужчина в маске. Избил хозяина, связал ему руки капроновой стяжкой. После чего похитил более 7 тысяч белорусских рублей и скрылся. Всего лишь 20 минут потребуется милиционерам, чтобы найти нападавшего, который все это время отсиживался в кустах. И он, конечно же, все станет отрицать. Вот только содержимое карманов в итоге признается вместо него. В настоящий момент устанавливается причастность 37-летнего ранее судимого местного жителя к недавним подобным преступлениям. Возбуждено уголовное дело за грабеж. А в Борисовском районе 58-летней женщине двое угрожали расправой, забрали 550 рублей, сумочку, мобильный, стационарный телефон и связку ключей и пенсионное удостоверение. Они ворвались к ней домой ночью. Кем же оказались злоумышленники? Накануне один из фигурантов устанавливал потерпевшие окна. Он узнал, что у хозяйки есть сбережения и решился на преступление. На дело решил взять знакомого. Молодые люди выпили и направились к жертве. Один душил ее одеялом и требовал рассказать, где спрятаны деньги. А второй в это время ходил по комнатам в поисках ценностей. Получив желаемое, они скрылись. Женскую сумочку и телефоны выбросили неподалеку деньги. В ту же ночь спустили в игровых автоматах. Возбуждено уголовное дело за разбой совершенной группы лиц. Полторы тонны дизельного топлива. Кто под покровом ночи сливал солярку? Далее история воровского дуэта. В милицию обратится директор одного из сельхозпредприятий. Кто-то украл 280 литров диз топлива. Солярка была слита с техники. Оперативниками были установлены подозреваемые в совершении преступления. Ими оказались молодые жители райцентра. Выяснят, это не единичный случай. Воровской дуэт успел обокрасть еще три хозяйства. Действовали строго по ночам. Всего успели слить полторы тонны солярки. Оба подозреваемых задержаны. Следовательно, в отношении них возбуждено уголовное дело. Сейчас фигуранты проверяются на причастность к совершению других преступлений. Граница, фура, партия товара и два пакета документов, которые противоречат друг другу. Витебская таможня пресекла очередную попытку провоза незаконного груза. Пункт пропуска Григоровщина в Большегрузе пытались провести из Литвы партию фурнитуры для дверей на территорию ЕАЭС. Водитель предоставит документы, в которых указана стоимость груза 22 тысячи евро. Но таможенники найдут и другие бумаги, по которым реальная цена более 40 тысяч евро. Теперь водителю грозит штраф в размере 30% от стоимости провозимого товара. Большая машина не равно больше уверенности в безопасности на дороге. Кому понадобилась помощь спасателей на этот раз? Смотрите прямо сейчас. Два МАЗа встретятся на дорогах Орши. Один из грузовиков опрокинется на бок и водителя зажмет в кабине. На помощь мгновенно прибудут спасатели МЧС, которые срежут стойку и отожмут крышу. Мужчину удастся спасти. С травмами различной степени тяжести он доставлен в больницу. И это все на сегодня. Ежедневно о чрезвычайных происшествиях мы рассказываем в официальном телеграм-канале «Тревожные кнопки». Самые поучительные и резонансные истории показываем в эфире ОНТ по вторникам и четвергам. И подводим итоги по пятницам. Оставайтесь всегда только зрителями, а не участниками нашей программы. Будьте бдительны и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова